Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представить вам презентацию, которая посвящена новым направлениям в терапии резистентных и рефракторных форм лимфомы Ходжкина. Хочу начать свою презентацию с клинического случая, с интерактивным голосованием. Пациент 29 лет, с диагнозом классическая лимфома Ходжкина, исходная 4-я Б стадия, с поражением костного мозга, очагов в печени. К нему было проведено в первой линии терапии 6 эскалированных биокопов и был получен неполный ПЭТ-КТ-ответ. Проведена ре-биопсия паратрахеально-лимфатического узла, гистологический ответ лимфомы Ходжкина с признаками лечебного патоморфоза. Дальше начата была воскодозная химиотерапия. После первого курса противорецидивной терапии отмечено прогрессирование основного процесса и пациент был приведен на 3 курса химиотерапии брентоксимабовидонсинов с бендамустином. Был получен хороший ответ, проведен высокодозный курс химиотерапии с аутотрансплантацией гемопоэтических стволовых клеток и подтвержден полный поднегативный ответ. Какова бы тактика была при этом клиническом случае наблюдения назначения брентоксимаба-виндотина, неволумаба или пембролизумаба? По результатам голосования при первом интерактивном голосовании все-таки большинство пациентов около 75% выбрали назначение брентоксимаба-виндотина. Но есть и мнение, что можно просто наблюдать дальше этого пациента. Брентоксимаб-виндотин это один из наиболее эффективных моноклональных антител КСД-30. В исследованиях первой и второй фазы при рефракторном течении рецидива флифома Ходжкина отмечен достаточно большой процент частоты общих ответов и полных ответов около 30% у предлеченных пациентов. При этом пятилетняя общая выживаемость составила около 40%. Причем в тех случаях, когда был достигнут полный ответ, пятилетняя общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования значительно повышаются. И в 2011 году он был зарегистрирован FDI при лечении классической лимфомы Ходжкина после неудачи лечения высокодозной химиотерапии с аутологичной трансплантацией костного мозга при прогрессировании или раннем рецидиве для пациентов, которые не являются кандидатами для высокодозной химиотерапии и при неудачи терапии двух и более линий. И в 2016 году по тем же показаниям бринтоксимаб витатин был зарегистрирован и в России. Приблизительно такие же результаты этот препарат демонстрирует и при рецидивах классической лимфомы Ходжкина после аллогенной трансплантации. Частота объективных ответов достаточно высокая и также частота полных ремиссий составляет около 40%. В исследовании третьей фазы изучалась эффективность применения бринтоксимаба витатина после аутотрансплантации у пациентов с высоким риском рецидива. Это первичное рефрактерное течение ранней рецидивы или экстронодальное поражение при рецидиве. При этом отмечены были по сравнению с группой контроля, которые получали плацебо, значительное преимущество в двухлетней выживаемости без прогрессирования и также в медиане продолжительности выживаемости без прогрессирования. И в 2015 году FDA рекомендует применение бринтоксимаба витатина для консолидации после высокодозной химиотерапии с аутотологичной трансплантацией при высоком риске возникновения рецидива или прогрессирования лимфомы Ходжкина. Это при ранних рецидивах, массивном поражении лимфомы при рецидиве, экстронодальном поражении при рецидиве, отсутствии полного ответа после терапии второй линии и при рефракторном течении. Также этот препарат активно изучается при повторном применении, если был ответ полный на предыдущее лечение терапии бринтоксимабом витатином. Для повышения эффективности этого препарата, особенно при повторном применении, он также изучается в комбинации с другими препаратами, это ингибиторами ПТОР, гистоновых диацилы, ацетаз, и также в комбинации с другими иммунными препаратами. Он активно изучается также в терапии второй линии перед высокодозной химиотерапии, как в монорежиме, так и в комбинации с стандартными режимами химиотерапии, потому что эффективность этого препарата в комбинации значительно выше по частоте объективных ответов и по частоте полных ремиссий. В комбинации изучается с неволумабом, и также для того, чтобы усилить эффективность данных комбинаций, используются и режимы эскалированного применения бринтоксимаба витатина в комбинации со стандартными режимами противорецидивной терапии. Также он может использоваться достаточно эффективно в монорежиме и в комбинации с пендамустином у пациентов с химиорезистентностью в терапии второй линии перед высокодозной химиотерапией. Опция бринтоксимаб витатин в монорежиме также может использоваться и при рецидивах рефракторным течением лимфомы Ходжкина у пожилых пациентов старше 60 лет. В терапии третьей линии бринтоксимаб витатин также показывал свою активность как в монорежиме, так и в комбинации с бендамустином. При достижении полной или частичной ремиссии этим пациентом может проводиться аллогенная трансплантация или аутологенная трансплантация, если ранее она не проводилась. Бринтоксимаб витатин эффективен после неудачи лечения высокодозной химиотерапии с аутологичной трансплантацией, после неудачи лечения более двух линий для пациентов, которые не являются кандидатами для высокодозной химиотерапии. И также они эффективно возможны его повторное применение в прикомбинированных режимах. При повторном применении для преодоления резистентности возможно повторное применение, если была продолжительна полная или частичная ремиссия на терапии, монотерапии бринтоксимабом витатином. При повторном применении комбинации возможно с эскалацией доз с монотерапией. Это и с ниволумабом, с эпилемумабом изучаются сейчас эти комбинации, с бендамустином. Бринтоксимаб высокоэффективен, хорошо переносится при рецидивах также после высокодозной аутотрансплантации частота общих ответов более около 60% и полных ремиссий около 30%. Но, тем не менее, также и большое количество частичных ремиссий или стабилизаций, и, к сожалению, эти неполные ответы не такие продолжительные. Здесь возникает вопрос, нужна ли консолидация достигнутого эффекта, неполного эффекта на бринтоксимаби видансини при рецидивах лимфомы Ходжкина. Возможные опции при прогрессировании это переход на иммунотерапию пембролизумабом или неволумабом. Также обсуждаются вопросы на сегодняшний день, они еще не решены, у применения аллогенной трансплантации после применения бринтоксимаба видансина. Возможно, опция как повторного его применения, особенно в комбинации или с эскалацией дозы, и также переход на иммунотерапию. В исследовании первой фазы была отмечена высокая эффективность неволумаба у значительно предлеченных пациентов, и в том числе после терапии бринтоксимабом видансином. Это достаточно высокая частота объективных ответов, но не такая высокая частота полных ответов. Было проведено исследование второй фазы в трех группах пациентов после аутотрансплантации с применением бринтоксимаба видансина после аутотрансплантации и до или после. Здесь было отмечено практически у большинства пациентов уменьшение опухолевой массы независимо от предлеченности, достаточно высокий объективный ответ во всех группах, и но частота полных ремиссий была выше у пациентов, которые не получали ранее бринтоксимаб видансин. И отмечена медиана достаточно продолжительная как длительность ответа на лечение неволумабом, так и выживаемость без прогрессирования. Медиана составила около 15 месяцев, то есть достаточно продолжительный ответ для пациентов высоко предлеченных. Выживаемость без прогрессирования была выше, конечно, при достижении полного ответа на иммунотерапию. Также общая выживаемость была высокая и в этих группах и независимо более 90% и независимо от предлеченности пациентов. На неволумаб отмечен ответ общий объективный, достаточно высокий, хотя частота полных ремиссий здесь не такая высокая, даже у пациентов с рефракторностью к терапии бринтоксимабом видатином после высокодозной химиотерапии. Если говорить о переносимости и безопасности, то токсичность третьей и четвертой степени отмечена у 25%, ну и в основном это были не так часто встречающиеся осложнения, пневмонитов не было, аутоиммунные гепатиты встречались. Для неволумаба характерно повышение качества жизни, то есть это терапия с высоким качеством жизни, особенно если она используется в монорежиме, высокая частота отмечена, длительные ответы на неволумаб, независимо от того, были достигнуты полные или частичные ремиссии, и также высокая выживаемость без прогрессирования, приемлемый профиль безопасности для этой группы больных. По российским рекомендациям может применяться у пациентов с рецидивами после аутологичной трансплантации, терапии брентуксимабом видантином, после трех и более линий терапии, если это пациенты с рецидивами лимфомы Ходжкина или рефляктерным течением, которые не являются кандидатами на высокодозную химиотерапию. Раньше обязательно изменились, расширились показания к применению неволумаба, и теперь он может приниматься, назначаться и пациентом, ранее не получавшим брентуксимаб видантин. Существует несколько режимов, можно выбирать в зависимости от того, где проводится лечение, в комбинации с какими препаратами проводится лечение. Пембролизумаб очень похож на неволумаб, такая же высокая эффективность, также изучался он в зависимости у пациентов с первичной и вторичной рефрактерностью. Также отмечена высокая частота объективных ответов, независимо от предлеченности. Более 90% отвечали на терапию и пембролизумаб высокая частота ответов, ну и также сопоставимая частота полных ответов, причем длительность ответов была достаточно высокой, более двух лет, что для этой группы пациентов достаточно продолжительный ответ. Конечно, для неволумаба и пембролизумаба также возможна эффективность при повторном применении, также в монорежиме, если была достигнута полная ремиссия продолжительностью более шести месяцев. Также есть клинические случаи, которые описывают эффективность этих препаратов при применении даже в более низких дозах, чем они рекомендованы. Опция применения иммунотерапии у пациентов с рецидивами и рефракторным течением позволяет в дальнейшем проводить этим пациентам аутотрансплантацию или аллогенную трансплантацию. Нежелательные явления третьей-четвертой степени встречались нечасто. Профиль токсичности управляемой, высокое качество жизни при лечении иммунотерапии пациентов лимфомой Ходжкина. В 2017 году было рекомендовано лечение взрослых и детей иммунотерапией пембролизумабом для пациентов с рефракторной классической лимфомой Ходжкиной или рецидиум заболевания. Более трех и более линий предшествующей терапии эти препараты позволяют преодолевать резистентность химиорезистентность к цитостатическим препаратам. В рекомендациях он может быть назначаться пациентам не получавшим как брентоксимаб, видацин, так и высокодозную химиотерапию с аутотрансплантацией стволовых клеток. При сравнении пембролизумаба и брентоксимаба было отмечено более продолжительное медиана выживаемости без прогрессирования, более высокая частота объективных ответов, более продолжительные ответы на иммунотерапию пембролизумабом. Но чаще встречалось осложнение характерное для пембролизумаба, но эти осложнения были управляемы. Активно сейчас изучается иммунотерапия с различными препаратами, с цитостатиками, с иммунотерапией последовательно или в комбинации, двойные комбинации, тройные комбинации. Для терапии второй линии на сегодняшний день нет стандарта у пациентов с рецидивным и рефракторным течением лимфомы Ходжкина. Есть достаточно много опций, это и в монорежиме, и в комбинации. Ну и интересно, конечно, комбинированное применение брентоксимаба, видацина с неволумабом. Здесь сразу повышается частота объективных ответов, полных отрицательных ответов более 60%, и, конечно, таким пациентам могут дальше планироваться проводиться высокодозная химиотерапия, то есть использоваться как бридж-терапия. При рефракторных формах лимфомы Ходжкина также возможно увеличение частоты объективных ответов при проведении терапии неволумаба подключением, если не достигнут полный отрицательный негативный ответ, это проведение каких-то стандартных режимов химиотерапии, например, подключение двух курсов АИС. Частота общих ответов и выживаемости без прогрессирования сразу же значительно возрастает. Эффективная комбинация иммунотерапии, они могут применяться как бридж-терапия перед высокодозной химиотерапией, так и бридж-терапия перед аллотрансплантацией, так и терапия спасения в качестве второй, третьей линии, в монорежиме и в комбинации эти препараты достаточно эффективны. Особенно повышается их эффективность, если ранее эти препараты не лечились бриндуксимабом, вендатином или был достаточно продолжительный ответ на этот препарат. Остаются вопросы все-таки влияния иммунотерапии на исходы аллогенной трансплантации потому что увеличивается число летальность, связанная с острой реакцией трансплантата против хозяина, но тем не менее все равно эта опция существует и при достаточном ответе может рассматриваться консолидация аллотрансплантации терапии неволумабом или пембролизумабом, потому что особенно если не достигнут полный ответ, то частичный ответ или стабилизация на терапии неволумабом или пембролизумабом она непродолжительная. И тот же случай, тот же пациент и проведена терапия противорецидивная это в комбинации брендоксимабом ридансином и бендомустином как бридж терапия проведена высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией и предлагается обсудить что же этому пациенту показано. Это молодой пациент с первично резистентным сечением с неполным ответом, с прогрессированием после первого линии противорецидивной терапии и получен полный ответ после высокодозной химиотерапии. Какова тактика наблюдения этого пациента на значение брендоксимаба ведатсина, неволумаба или пембролизумаба? Пембаль maker информация может установить но опер priorities В данном голосовании около 75% выбрали брентоксимаб видатин, но были мнения, что можно наблюдать этого пациента, то сейчас у нас наблюдения нет. Возможно, назначение брентоксимаба, но процент снизился до 50%, или же назначение пембролизумаба до 44%, потому что действительно сейчас пембролизумаб изучается в исследованиях второй фазы в качестве поддерживающей терапии после высокодозной химиотерапии при высоких рисках рецидива. Но пока еще эти данные, конечно, не зарегистрированы, поэтому все-таки такая оптимальная опция – это назначение этому пациенту брентоксимаба видатина в качестве поддержки после высокодозной химиотерапии. Благодарю за внимание.